Ко дню всенародной памяти в Брестскую крепость ежегодно приезжают тысячи людей и множество делегаций из разных стран. Это святое для всех живущих на постсоветском пространстве место посетили участники республиканской патриотической акции «Минута молчания». Они возложили цветы и почтили память погибших. И буквально следом свое торжественное шествие к вечному огню начала колонна сотрудников прокуратуры. Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед приехал в Брест с важной миссией. Ведь в этот день он один из участников круглого стола в Музее обороны Брестской крепости, главной темой которого стал геноцид в годы Великой Отечественной войны. Более двух лет ведется расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Это масштабный национальный проект, который призван восстановить все факты, связанные с периодом оккупации БССР в годы Великой Отечественной войны и с формами и методами тотального уничтожения мирного населения и советских военных лет. Проект этот ведется в полном объеме по всей стране, потому что наша страна в Республике Беларусь одна большая братская могила, где начиная уже с 1941 года фашисты поставили себе целью, как и на других оккупированных территориях Советского Союза, тотально очистить эту местность у проживающих там лиц и заселить ее, как они себе называли, в высшие расы. Масштабная работа по расследованию фактов геноцида ведется и на территории Российской Федерации. Печально известная блокада Ленинграда признана лишь одним из ее фактов. У нас эта работа проводится на территории Российской Федерации, по многим областям, которые были оккупированы небеско-посудистскими закладчиками. Мы много сделали и в плане поисковой работы, и в плане архивной работы. Ну, например, недавно были обнаружены массовые захоронения в Московской области в 1922 году. В Подсковом совсем недавно обнаружили большое захоронение более 2,5 тысяч мирных жителей. Состоялись уже первые приговоры по этим делам. В Санкт-Петербурге, в Ставропольском крае, в Воронежской области состоялись решения судов, которые признали эти преступления военными преступлениями и геноцидом советского народа. Преступления против народов Советского Союза, которые совершались фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, на территории современной Белоруссии и Российской Федерации не забыты и не преданы забвению. Они нашли отражение в книге «Срока давности не имеют», которая издана силами союзного государства в этом году и была презентована в рамках круглого стола. Мы были горды в ушедшем году, когда Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко приветствовали выпуск первой книги нового проекта «Библиотека союзного государства». Первая книга была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 2012 года. И логично, что вторая книга посвящена тоже защите исторической памяти, посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа, народов Советского Союза. Появление подобных изданий – это не только возможность открыть общественности доступ к документам, фотографиям и фактам, касающимся геноцида, но и способ защитить правду, которую пытается исказить, и историческую память, которую хотят отнять у наших народов. Мы понимаем сегодня, что нам необходимо выстраивать и укреплять еще одну линию обороны – забота о нашей исторической памяти. Мы видим, что происходит. Никакие инвестиции, экономическое развитие, различные иные ресурсы не спасают страну, если она теряет главное – теряет себя, свою память, свою историю, память о своих предках и свои ценности. Россия и Беларусь сегодня идут рука об руку, защищая и отстаивая это. И мы видим воочию, история доказывает, что это абсолютно верный путь, верный путь к победе.